Из бюджета Ненецкого округа выделят дополнительные средства на микрокредиты для бизнеса. Александр Цибольский распорядился вдвое увеличить выплаты ветеранам ко Дню Победы. По предложению главы региона, выплата ветеранам Великой Отечественной войны может составить 150 тысяч рублей. Оплата проезда к месту отдыха будет производиться с учетом совокупных расходов семьи. Изменения в порядок оплаты проезда к месту отдыха и обратно для жителей округа подготовлены по поручению в Рио губернатора НАУ Александра Цибульского. Библия о ночи и другие массовые мероприятия апреля перенесены на более поздние сроки. Учреждения культуры скорректировали планы проведения массовых мероприятий в период с 17 по 23 апреля. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Нижалова. Из окружного бюджета выделят дополнительные средства на микрокредиты для бизнеса. Как пояснила глава Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко, дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей закладываются в связи с тем, что максимальную сумму микрокредитов для малого и среднего бизнеса на федеральном уровне планируется увеличить с 3 до 5 миллионов рублей. А также в связи с тем, что этот вид господдержки пользуется популярностью у окружных предпринимателей. Инициатива правительства Российской Федерации об увеличении максимальной суммы микрозайма уже одобрена Госдумой в первом чтении. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июня. В фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАУ рассказали, что в 2017 году микрокредиты получил 21 представитель малого бизнеса на общую сумму 20 миллионов рублей. В 2018 году уже одобрено 10 заявок от предпринимателей на сумму чуть менее 10 миллионов рублей. По статистике, окружные предприниматели чаще всего пользуются микрокредитами для пополнения оборотных средств, приобретения оборудования и техники. Фондом Центра развития бизнеса определены 6 видов микрозаймов – «Старт», «Бизнес-инвест», «Новотех», «Надоверие», «Фермер» и «Бизнес-оборот». Они выдаются на срок от 3 до 36 месяцев. Процентная ставка составляет от 6 до 10% годовых. Сейчас специалисты фонда анализируют поступающие заявки и обращения предпринимателей, чтобы дополнить перечень видов микрозаймов. Доходы и расходы окружного бюджета увеличатся более чем на 2 миллиарда рублей. На заседании Комиссии по экономической политике и бюджету депутаты рассмотрели поправки в окружной бюджет на текущий год и плановый период. Как сообщила руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко, доходы казны предлагается увеличить на 2,2 миллиарда рублей, расходы на 2,3 миллиарда. По словам вице-губернатора, рост доходов объясняется поступлением дополнительных средств от Харягинского месторождения и безвозмездных поступлений, в том числе 616,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Необходимость изменений вызвана следующим. Прежде всего, необходимостью финансового обеспечения расходов по заключенным государственным контрактам, включением в доходы и расходы окружного бюджета сигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, необходимостью осуществления доплаты величины минимального размера оплаты труда в связи с повышением минимального размера оплаты труда. И также необходимостью осуществления выплат субсидий бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций классного руководства и также воспитателям образовательных организаций дошкольных учреждений за организацию работы в ГУРУ. В ходе заседания обсудили ряд поправок депутатов. Так, предложено выделить средства в размере 18,6 миллионов рублей на капитальный ремонт молочной товарной фермы в селе Нижняя Пеша. Кроме того, будут предусмотрены средства на начало строительства моста через реку Кутина в селе Несь. Также по предложению депутатов запланированы средства на замену полов в спортивном зале школы номер 4. Законопроект об окружном бюджете на текущий год и плановый период будет рассмотрен на очередной сессии окружного собрания 20 апреля. Александр Цибульский распорядился вдвое увеличить выплаты ветеранам ко Дню Победы. По предложению главы региона, выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы может составить 150 тысяч рублей. Сегодня размер этой выплаты составляет 70 тысяч. Соответствующие поправки к законопроекту, предусматривающему изменения в закон НАУ о дополнительных мерах социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, глава округа внес в региональный парламент. Как отметил глава региона, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше. Только за полгода ушли из жизни два ветерана. Комментируя внесение социально значимой инициативы в региональный парламент, Александр Цибульский отметил, что долг каждого из нас, вне зависимости от возможностей, которыми мы обладаем, оказывает всемерную поддержку людям, которые отстояли победу на фронте и которые сегодня живут среди нас. Инициаторы поправок к законопроекту рассчитывают, что решение по нему будет принято в ходе ближайшей сессии окружного парламента, запланированной на 20 апреля. В этом случае ветераны войны смогут получить первые выплаты в увеличенном размере уже к 9 мая 2018 года. Оплата проезда к месту отдыха будет производиться с учетом совокупных расходов семьи. Изменения в порядок оплаты проезда к месту отдыха и обратно для жителей округа подготовлены по поручению в Рио губернатора НАУ Александра Цибульского. Суть изменений сводится к тому, что если билеты на одного человека обошлись дешевле, чем 35 тысяч рублей, сэкономленная сумма может быть распределена на компенсацию расходов по билетам других членов семьи. Такая инициатива уравняет положение граждан, которые пользуются авиаперевозками и тех, кто выезжает в отпуск на личном транспорте. К примеру, семья из трех человек получает аванс на проезд к месту отдыха и обратно в размере 105 тысяч рублей. Билеты для ребенка обходятся, как правило, дешевле взрослых. То есть, если на детские билеты потрачено, например, 20 тысяч рублей, оставшиеся 15 тысяч, могут быть направлены на компенсацию стоимости проезда взрослых дополнительно к положенным 35 тысячам на человека, а не сдаваться обратно в кассу по возвращению, поясняют разработчики нормативного акта. Решение о внесении изменений в порядок предоставления льготного проезда жителям НАУ будет принято администрацией округа в ближайшее время. Основной оператор Северного завоза 2018 определил всех поставщиков энергоресурсов. Завершился открытый электронный аукцион на поставку дров морским путем в селы региона. Победителем признана судоходная компания «Экотек». Таким образом, на сегодняшний день определены все поставщики топлива в рамках опережающего завоза, проводимого муниципальным предприятием Заполярного района «Севержелкомсервис». Как пояснили на предприятии, дрова будут завозить в поселение НАУ морским и речным путями в общем объеме порядка 11 тысяч кубометров. Качество всех поставляемых энергоресурсов должно соответствовать требованиям ГОСТа. Что касается прошедшего аукциона по дровам, то согласно материалам госзакупки это должны быть отопительные дрова-долготье заготовки 2017-2018 годов. Их размер по длине может превышать одного метра, пояснили в Севержелкомсервисе. В муниципальном предприятии также определили поставщиков и других видов топлива в рамках северного завоза. Нефтепродукты будет завозить ООО «Газпромнефть» региональные продажи. Поставку каменного угля для населенных пунктов округа произведет общество с ограниченной ответственностью «Флот СНАП». Валовое производство молока в 2018 году увеличилось на 2,5%. В Департаменте природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса НАУ подвели итоги производственной деятельности животноводов региона в первом квартале текущего года. За три месяца аграрии, содержащей крупный рогатый скот, произвели 769 тонн молока, что на 2,5% выше, чем годом ранее. Как пояснили в профильном ведомстве, большая часть валового производства молока традиционно приходится на крупнейшее хозяйство региона – Ненецкую агропромышленную компанию. На дое предприятия за отчетный период составили 559 тонн. Росту производственных показателей в молочном животноводстве региона способствует плановое увеличение поголовья, которое стало возможным благодаря усиленной государственной поддержке аграриев. По итогам первого квартала текущего года отмечается увеличение стада молочных коров и крупного рогатого скота в целом. Свой вклад в увеличение производства молока в регионе внесли и малые формы хозяйствования. За три месяца вместе они надоели порядка 18 тонн. Также фермерам по итогам квартала удалось почти на 20% увеличить дойное стадо. На дое, на одну фуражную корову, а также средний показатель жирности молока остались на уровне прошлого года. Региональное отделение Всероссийского общества слепых отчиталось о деятельности своей организации, о трудностях людей с нарушением зрения и о проводимых в этом году мероприятиях. В своем докладе председатель общества слепых Борис Бажуков осветил несколько вопросов, которые волнуют инвалидов. Так, например, в связи с законом Минздрава от 2016 года инвалиды по зрению утратили право на получение оздоровительных путевок. Обратил внимание и на то, что их помещение не соответствует правилам техники безопасности. Наши инвалиды также ощутили на себе последствия неправильной, по оценке главы региона, оптимизации бюджета. Единовременное пособие на день инвалида с 10 тысяч сократилось до 5 тысяч. И еще просьба решить проезд по требованию в больницу для лечения. Не остался в стороне и вопрос о социальной реабилитации инвалидов по зрению. По словам Бориса Бажукова, в бассейне спорткомплекса «Норд» не хватает рельефных дорожек для беспрепятственного доступа и безопасности перемещения людей с ограниченными возможностями по зрению. Среди нас есть желающие покататься на коньках. В крытом ледовом дворце на лесозаводе проблем с этим не возникает. К услугам катающихся есть помощники фигуристов, как для детей, так и для взрослых. А вот открытый каток в центре города, который географически для многих из нас гораздо удобнее и привлекательнее, в смысле свежего воздуха, не может похвастать столь удобными для инвалидов по зрению приспособления. На сегодняшний день в округе зарегистрирован 121 человек – инвалид по зрению. Большинство из них приняли участие в мероприятиях, проводимых в этом году Обществом слепых Ненецкого автономного округа. Любовь Пермякова, Александр Бабрякович, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». День открытых дверей для добровольных доноров пройдет в Ненецкой окружной больнице. Сдать кровь и пополнить список доноров округа жители Наринмара смогут в ближайшую субботу, 21 апреля. Днем ранее в России будет отмечаться один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Поводом для праздника послужило гуманное событие. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. Региональная акция проводится отделением переливания крови, чтобы привлечь внимание потенциальных доноров, провести мониторинг по группам крови резус-факторам, чтобы в дальнейшем была возможность экстренно реагировать на различные чрезвычайные ситуации, когда необходима донорская кровь. Иметь надо желание, паспорт и свободное время. Прийти, сдать 20-30 мл крови, исследовать, определим. А потом уже, когда мы проведем в течение 10-14 дней анализ, как говорится, выявим, какие фенотипы имеются, какие антигены имеются в группе фенотипов резус-фактора, тогда мы уже сами выйдем. Кстати, по словам специалистов, в каждом регионе свой рейтинг востребованности крови по группам. Например, в Ненецком округе самые распространенные группы О1 и О2. Но это не означает, что они не нужны. Напротив, это говорит, что такие пациенты встречаются чаще. Говорят, вот у меня самая плохая кровь. Нет плохой крови, абсолютно. Все группы крови одинаковые. Сегодня более 340 жителей Ненецкого округа являются постоянными донорами. Из них две трети активны. Еще треть находится в резерве. Список почетных доноров, тех, кто сдал кровь не менее 40 раз, включает 153 жителя Ненецкого округа. При отсутствии медицинских противопоказаний донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, чей вес тела превышает 50 килограммов. Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Библия о ночи и другие массовые мероприятия апреля перенесены на более поздние сроки. Учреждения культуры скорректировали планы проведения массовых мероприятий в период с 17 по 23 апреля. В связи с ограничениями зароста ОРВИ и гриппа на территории НАУ всероссийская акция «Библия о ночь» пройдет в округе на месяц позже, чем в других регионах страны – 25 мая. С 21 на 26 апреля Дворец культуры Арктика перенес концерты художественную выставку детской школы искусств «Сияние музыки и красок». В свою очередь, этнокультурный центр Ненецкого округа запланировал отчетный концерт народного ансамбля танца «Юность с севера» на 6 октября вместо 20 апреля. А клуб «Созвездие» с поселка Искателей перенес представление детского театрального коллектива «Образ» в школе и детском саду поселка на более поздние, пока не установленные сроки. Также на период ограничительных мероприятий в окружных музеях отменены все экскурсии и интерактивные занятия с детьми. Как отмечает руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАУ Илья Иванкин, отменили все мероприятия в закрытых помещениях с участием детей и сельские дома культуры. Детство, опаленное войной. Выставка под таким названием открылась в Ненецком кровеческом музее. Она посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о жизни детей округа в то страшное время. Прикоснулась к истории региона и моя коллега Людмила Сидейская. Эти игрушки воспитанники дошкольных организаций сделали своими руками. В то тяжелое страшное военное время, когда ветераны еще были детьми, таких маленьких радостей жизни им явно не хватало. Один из посетителей экспозиции Антон Селиверсов. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже серьезно увлекается историей. Говорит, пришел на выставку, чтобы своими глазами увидеть, как жили дети во время войны. Мой прапрадедушка очень был командиром. У меня были такие бумаги, когда он умер, и когда он, если что, похоронен был. Его немецкий снайпер застрелил, и он мунул пулю в сердце. И он погиб. Мне очень жалко его. Я хотел, чтобы он выжил. Хочу, чтобы я его увидел. По словам организаторов, выставка готовилась несколько месяцев. Всю экспозицию условно можно разделить на четыре зоны. Здесь и фотографии, и различные предметы. Лопата, школьная парта, швейная машинка и даже песочница. Большинство экспонатов для выставки предоставили ветераны из своих личных архивов. Мы сегодня открываем выставку «Детство, опаленное войной». Она посвящена детям войны и подготовлена с помощью детей войны. Они поделились воспоминаниями, принесли фотографии, предметы военных лет. И в результате получился замечательный рассказ о том, как играли дети, как учились в школе, как помогали взрослым, каков был быт детей. В создании выставки поучаствовали и сотрудники музея. Например, Василий Кузьмин смастерил модель вражеского самолета. Данный самолет – это модель немецкого бомбардировщика, многоцелевой самолет «Юнкерс-88А4». Здесь непосредственно выполнял аэрофотосъемку в 1943 году, 22 июня. Модель исполнялась в течение двух недель с подручными материалами. То есть все, что было у нас при мастерской. Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Экспозиция продолжит свою работу до конца следующего месяца. Людмила Сидейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...